И всем привет, ребят! С мастером Айкосю записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. И сегодня я могу с уверенностью сказать, что наконец-таки у меня есть гидрочка на основном аккаунте. А это значит что? Правильно, это значит то, что сегодня мы выкатываем её в рамках основного канала. Основного аккаунта. И попробуем показать лютейшую развалочку схождений. Ну а если вы ждали подобного рода видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос. Лайк, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас рокировой аккаунт скидки стоят имоличные так-так-тепе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо моей сегодняшней комбинации, то сегодня я беру Крусейдер, Страйкер с гидрой. Крусейдера со спасателем отправляюсь в быстрый бой матчмейкинговой катки. Посмотрим, что мне предложит матчмейкинг. Именно там мы попробуем максимально плотно, жёстко реализовать подобного рода комбинацию. Очень сильно надеюсь на то, что получится показать суперрезультатик. И навалить суперплотненького контентика. Закидывает меня на молотов за слабую базу, противников что-то как-то подпикивает супердолго. Так, ну и наша задача в рамках CTF-очки это навалочка контента. Как можно больше навалочка контента. И попытка сделать какие-то безумные цифры по киллам и не только. Играем исключительно от сводочек. Не будем мы играть от обычных выстрелов. Нормальный прикол. Нормальный прикольчик. Вот это приколдес. Вот это конечно приколдесик. Типочек просто телепортируется по-жёсткому. Жёсткую телепортацию показывает вместо того, чтобы я его свёл и уничтожил. Он просто тэпается с одной зоны в другую. И соответственно я немножечко не успеваю. Для тех, кто вдруг ещё до сих пор не знает, что же за устройство эта гидра. Да, и что же она делает. Это устройство, которое имеет в своём арсенале 20 выстрелов, 20 страйкеров ракет. Именно с этим устройством у вас есть жесточайшая возможность давать вот такие вот супер сочные вкусные сводочки. Супер вкусные сводочки под урончик, под контентик, под контактик. И наваливать по противнику. Только желательно жить как можно дольше. То есть если вы быстро умираете, то тогда у вас есть возможность, например, взять того же самого защитника. То есть если вас быстро сливают, взяли защитничка и наваливаете на защитники. Защитник в этом плане тоже работает довольно-таки неплохо. Даже вот, например, в рамках этого боя, я думаю, что мы можем даже попробовать взять тут защитника. Потому что что-то как-то меня респит прям супер сильно. Заодно посмотрим, как защитник работает с подобного рода комбинацией. Так, ну и нам уже один флаг противник здесь доставляет. Будем пытаться пушить через левую зонку. Аккуратненько проезжать на базу противничка. И от базы противничка уже наваливать плотненького урончика, контентика, контактика. Плюс дополнительно еще давать сосулендры. Так что надо постараться сделать как можно больше киллов. Здесь противники пытаются прятаться у нас под всякими стеночками. Под всякими такими вот ограждениями, чтобы я не мог наносить столь большое количество урона. Но в целом защитник уже я вижу, что начинает меня неплохо так сейвить в моменте. Это как раз таки то, что нам надо. Так, ну и у нас есть неплохая попытка от возинга. Везем через стелсик. Ух ты, нифига себе, меня через стелсик встречают. Встречают меня ребятки с базы противника. Попытка от возинга флага от противника. Сразу сосулендрычка на ход ноги дается. И по следующему противнику сразу залетает сводяночка, чтобы мы сразу его тоже зареспили. Смотрю, что очень большое количество противников у нас в правой зоне от базы. Попробуем сейчас под эту зоночку сыграть. Попробуем урончика покидать. Первого разбираем, второго на контентик разбираем. Так, попытка от воза от оппонента. Попытка сводки и переводки. Сводка есть, переводка есть. Викинга громчик через стелсик пытается на возврат сыграть. И по ходу дела все-таки играет. Но это слабая база. Это все-таки слабая база. Поэтому ничего страшного в этом плане нет. Просто пытаемся сыграть на победочку. Помочь тиммейтам. Ну и при этом еще навалить супер плотного контентика. Постараемся дать как можно больше киллов. Уже у нас тринашечка есть. В принципе результат уже неплохой. Но наша задача сделать как можно больше киллов. Поэтому тринадцать это немножечко не то, что нас должно устраивать. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Плотненькая, плотненькая, плотненькая залетела. Очень хорошо сейчас по троим с Вадейла залетела. По троим с Водяночка есть. Так, ну и пытаемся быстренько откатывать. Оудишка падает. У меня еще спасатель здесь есть. Поэтому на широкой мы уходим. Ну и флаг у нас стоит на базе. Вроде как спасателя мне не сбивали. Одну ракету такую рандомную чисто дал. Так, ну и под доставкин соиграем. Сравниваем счет. Шикарно. Еще и играем на победку. Пытаемся еще и подсаппортить нашей команде. Ну и к слову защитник работает довольно-таки неплохо. Защитник-то в моменте меня сейчас очень неплохо подсейвил. Попытка отвоза от противника. У меня 95% овердрайва. Было бы шикарно вообще бы по этому противнику дать аудишку. Но аудишки у меня нету. Пытаемся навалить. Отлично. Успеваю слить. Здесь Викингогром играет в упоре под меня. А вот во второго я уже не успел ничего сделать. Под второго я уже, к сожалению, ничего не успел сделать. И противник оформляет еще одну доставку. К сожалению. К сожалению, глубочайшему еще одна доставочка от оппонентов залетает. Так, наши тиммейты здесь играют аккуратно. От базы противник тоже довольно плотно сейвится. Ну и 15 килов. 15 килов меньше, чем за половину боя. Но это шикарнейший результат. Шикарнейший результат. Только вот еще одна попытка отвозинга от противника. Наш тиммейт успел ли сыграть под возврат? Нет, не успевает. Не успевает он здесь сыграть под возврат. Пытается сыграть под увоз. Страховочку, конечно, такую я ему не дал. Вкусную. Наши тиммейты, может, дадут страховочку. Надо было овердрайв на реализацию давать, если честно. Надо было давать аудишку на реализацию. Так, викинг пытается здесь отвезти. Нет у меня ддшки, но есть свадейла. Сводяночка по урончику залетела неплохая. Но противник все равно убегает. Все равно улетает. Мог я в этого противника 100% отдавать сосулю. Но что-то решил ее подсейвить. А вот сейчас. А вот сейчас. А вот сейчас залетает очень неплохая. Еще и дополнительную забираем с центра. Пытаемся здесь раскрутиться на базе у оппонента. Пантер в меня просто вжимает овер. Ну и, к сожалению, я просто становлюсь колом. 19 на 10. Счет мой личный. Счет шикарный, если честно. В рамках такого боя противник пытается выпушить нашу базу. Возврат от нашего тиммейта. Попытка прожатия сразу аудишки. Отличная аудишечка залетает по оппоненту. Сразу на ход ноги еще добавочка по второму оппонентику. Есть у нас доставочка. Шикарно на 2-2. Пол боя уже сыграно. Попытка еще одной свадейлы. Отлично. Отрабатываем по еще одному оппоненту. Переводочка на центрик. Добавочка сверху. По оппоненту на центре. Громчик меня здесь не должен по идее разбирать. Да, спасатель меня еще дополнительно сейвит. Спасатель очень сильно, если честно, в моменте мне саппортит. Так, ну и 6 минут до конца боя. Пока что все складывается шикарно просто с точки зрения моего набора. С точки зрения набора моих очков просто все превосходно. Эти переводочки. Боже, насколько же жестко работает страйкер с гидрой. И... Ну... Большое устройство, которое есть на сегодняшний момент времени в нашей игре. Это вот именно страйкер с гидрочкой. Насколько большое количество... Есть возможность наноса урона. И получение вообще вот этих вот эмоций. Я не знаю. Ну ни одно устройство мне в этой игре не дает тех эмоций, которые дает гидрочка. Да. Ну потому что, ну вот, ты не можешь сделать такого над любом... Над любом другом устройстве. Ты не можешь этого сделать. Что ты можешь сделать с гидрой. Да, поэтому в этом плане выглядит прям просто все превосходно. Еще добавочка сверху на контент. Вот, падает оудишка на центре. Попробуем на контролинг оверки сыграть. Заберем овердрайв. Так, овердрайв забираем. Наш тиммейт мог бы сразу оудишку под себя дать. Вот дал бы сейчас этот арест под себя бы овердрайв. Была бы возможность у него доставить бы здесь флаг. Так, попытка выпушивания противника по правой зонке. Попробуем его сразу подконтролить. Пушит оппонент. Мы сразу под него с Ладейлу. Сразу с Ладейла плюс добавочка. Так, есть овердрайв. Попробуем... Ну ладно, пока что не буду жать. Пока что здесь просто от сводочек поиграем. Поиграем от сводочки. Поиграем от добавочного урона. По троим противникам колоссально большое количество урона прямо сейчас залетело. Добавочка сверху еще. Так же само по тем же самым оппонентам. Только мы уже респим двоих. 28 киллов. 4 минуты до конца боя у меня остается. Так, попыточка еще одной сводочки по Хантеру. Но там Хантер сейвится. Попытка переводки. Переводка не работает. Я уже начинаю работать больше близко от базы своей. Да, стараюсь на подсейвик сыграть. Здесь Викинга с мака прожимается. Пытаемся сейвиться, не открываться под нее. Быстро он свой овердрайв проигрывает, можно так сказать. Так, ну и попытка на подпуши сыграть от оппонента не увенчалась успехом. Есть у меня овердрайв на протяжении уже долгого периода времени. Не знаю, куда его лучше здесь прожать. Хотя можно было бы жать побыстрее. Чтобы у меня сразу накапливался следующий. Но не вижу прям супер идеального тайминга. Чтобы это дело было прям супер полезно. Поэтому чуть-чуть дольше мы его пока что придерживаем. Да, пока что придерживаем этот овердрайв. Здесь у нас попытка отвоза от противника. Вот, кстати, вот здесь можно отдавать. Здесь можно точно отдавать, потому что иначе противнику везет уже флаг далеко. И я уже не смог бы сейчас ничего бы сделать. Поэтому лучше отдать овердрайв на 100% под сейв своего флага. И чтобы моя работа в дефе была максимально здесь актуальна. И безболезненна для нашей команды. Ну и чтобы мы не отдали как раз таки флаг. Так, попытка еще одной добавочной сводки. Мне чел успевает за это время дать один гром. Он мне дает гром, ему в голову залетает 8 ракет. Он не может выжить против 8 ракет. Он не может выжить никак против 8 ракет. А я успеваю за это время его слить. Он выдает один гром, я успеваю слить более 3000 урона. Вот вам, ребяточки, устройство, которое показывает супер прибыль. Супер результат и супер жесткий контент и чек. Мне, честно, это устройство безумно сильно нравится. Так, 2.40 у нас до конца. Пока играем аккуратно. Без какого-то дополнительного подпуша. Попыточка сводочки сюда, наверное, не актуальна. А вот попыточка слить здесь оппонента, который пытается выпушить нашу базу. Блин, он на 0 хп остался. Добить, добить, ребята! Добить! Доработать, ребяточки! Ну еба-е! Такие флаги отдавать нельзя ни в коем случае. Нельзя, 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 нельзя. Я уже там и так надамажил супер много. Если такие флаги отдавать, то это прям было бы очень плохо. Это было бы прям очень плохо. Так, попытка еще. Так, попыточка еще. Там ребята про клан какой-то в чате пишут. Но я на фулл концентрации, ребяточки. Поэтому насчет клана, если смотрите видеоролик, все вопросы по наборчику пишите в Дискорд. В Дискорде вся информация по этому поводу имеется. 35 на 16 наш счет. Шикарнейший результат! Наш тиммейт, кстати, уже с флагом. Надо страховочку ему дать. Надо дать ему страховочку. Надо сдать даже вот такую страховочку. Аккуратную. Под аудишку работку даем еще сверху. Чтобы наш тиммейт здесь не уехал. Отлично. Наш тиммейт здесь живет. Попытка еще подбора от оппонента. Попытка еще от воза наши тиммейты возвращают. И есть доставочка флага за полторы минутки до конца. За полторы минуточки до конца есть работка, ребяточки. Это очень хорошо. Когда за полторы минуты до конца у нас есть дополнительная доставочка. Еще плюс переводочка. 38 килов, ребяточки. 38 килов дает нам эта комбинация прямо сейчас в рамках этого боя. И не важно, в кого вы, ребяточки, сводитесь. Не важно абсолютно. Вы можете свестись по одному оппоненту, перевести на другого оппонента, на третьего оппонента, на четвертого оппонента. Поэтому, по сути, все, что вам нужно, это чтобы ваша просто, просто сводка, она полетела. То есть, если летит сводка, то считайте, вы уже в плюс реализуете свою гидрочку. Вы уже делаете денежки. Вы уже даете прибыль. Вы уже делаете тот самый заветный результат, который должна делать гидра. Да, то есть, я свел по одному, перевел по второму, перевел сразу по третьему. Да, то есть, я сразу по троим отработал. Падает оверка на центре карты. Остается 20 секунд до конца боя. Даем еще одну сводейлу. Наш тиммейт забирает оверку на центре. Сливаем одного. Переводим на второго. Сливаем второго. Овердрайва у меня уже, к сожалению, не будет. 10 секунд остается до конца боя. Момонтофриз пытается выпушить нашу базу. Но, по сути, он уже ничего не успевает сделать. Поэтому мы даем ему просто сводейлу. Даем вкусную сводяночку. Он улетает на респаунчик. Одна секунда до конца боя. Свидетельствует нам о том, что мы выигрываем эту каточку. И делаем сколько? Сколько киллов? 45 киллов за слабую базу на Молотове. И кто мне после этого скажет, что страйкер с гидрой не имба? Кто мне скажет, что это не имба? Это лютейшая темочка. Просто лютейшая темочка, которая дает супер плотного контента. И теперь эта темка есть у меня на основном аккаунте. А если она есть у меня на основном аккаунте, то как будто бы путь за трофейным страйкером прямо сейчас начинается. И мы вместе с вами будем стараться набивать как можно больше очков на этой именно комбинации Крусейдера-Страйкер. Если вы хотите, чтобы я попробовал это сделать, набить эти трофейчики, поиграть на супер плотной гидрочке, на максимальных жестких щах, то обязательно поддержьте данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Участвуйте в розыгрыше. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока!